всем здравствуйте вы смотрите кхл тв эта программа красный синий лед первая программа об армейском хоккей сегодняшнем выпуске вы увидите первый раунд плей-офф все подробности противостояния цска хака сочи дом музей сергея федорова съемочная группа красно-синего льда в гостях у главного менеджера команды и первый среди экспертов сергей димаев и его авторитетное мнение московские армейцы успешно преодолели первый раунд плей-офф кубка гагарина давайте вспомним как это было и начнем с домашних матчей против хоккейного клуба сочи первая шайба в розыгрыше кубка гагарина 2015 была заброшена в ледовом дворце цска где армейцы принимали хоккейный клуб сочи когда саймон ялмарсон принимал поздравления от партнеров на табло застыла сорок седьмая секунда мы знали что это будет непростая игра против хорошей команды но нам удался отличный старт после этого были шансы увеличить преимущество но их вратарь играл хорошо быстрая шайба в целом не сказалось на характере матча зрители увидели привычную для плей-офф игру риск был сведен к минимуму а ключом к успеху становилась плотная игра в обороне главный тренер армейцев дмитрий квартальнов тактически переиграл своего оппонента цска контролировал развитие матча и на последних минутах окончательно убедил всех своем превосходстве вторую шайбу ворота сочи забросил евгений артюхин ассистировал ему дамир жафяров для которой этот матч был дебютный в плей-офф континентальной хоккейной лиги мужчины неплохие идет настрой заряд может это волновался немного в начале но концу вроде бы пришел себя и все нормально было но это плей-офф тут все игры такие будут тяжелые счета такие небольшие хорошо что нам получилось забить в конце а так вся игра была в напряжении вас обигал артюхина был очень важным мы повели 2-0 после чего стали чувствовать себя спокойнее в целом мы провели довольно хорошую игру точку же в первом матче четвертьфинальной серии против сочи поставил ян мужик 3-0 уверенная победа цска на второй матч серии против сочи цска вышел с семью изменениями в составе ротация коснулась даже первого звена закончившего первую встречу без забитых шайб места энквиста и григоренко ведущей тройки заняли прохоркин и волков мы одна команда и в смене партнеров от матча к матчу нет никакой проблемы такова уж суть плей-офф мы все знаем систему игры и кто бы не вышел на лед он знает в какой хоккей надо играть стефан дакоста знал о чем говорил два из трех командных голов оказались на счету дебютантов этого розыгрыша кубка гагарина игорь волков отличился в третьем периоде а игорь макаров распечатал шикина уже на первой минуте встречи это хорошо для нас потому что сами понимаете вести начинаете вести с 1-0 как бы чуть может быть психологически полегче играть еще одну шайбу добавил стефан дакоста цска был близок к тому чтобы повторить результат первого матча но кевин лаун спустя 100 минут игрового времени все-таки пропустил первую шайбу в серии это михаил анисин воспользовался ошибкой армейцев в своей зоне впрочем общего впечатления от игры вратаря это не испортило как только воротам грозит опасность кевин тут как тут он делает все что нужно для победы и мы рады что можем положиться на своего вратаря ложкой дегтя стала реализация большинства в первых двух матчах у цска было девять возможностей и ноль голов на выходе но на выезд команда отправилась в хорошем настроении и с четким осознанием того что грамотная работа над ошибками поможет серии не затянуться телевизионный жанр под названием поход в гости освоен и нашей программы сергей федоров главный менеджер цска и его дом музей в детройте вашему вниманию советский союз цска чемпионы ссср вот эти медали на чемпионата мира и тут и молодежный по моему есть да вот это была интересная вещь почему потому что это 97 стэнли так сказать кубок мы выиграли к этому мы шли лет пять как я сказал там майка была 95 года где мы пролетели 04 финале кубка хотел сказать гагарина вот это памятная вещь это 2008 год победа на чемпионате мира вот номер мой двадцать девятый был ну в общем-то нормально с первого на двадцать девятый чтобы не выделяться вот соперники то знает хорошо по нх у меня а мы играли канада там америка все эти команды они знали нас очень хорошо поэтому думаю замаскируюсь чуть-чуть ой шайба даже не знаю а четвертый гол 4 в общем была игра против лос-анджелеский в девяносто пятом году ну регулярного сезона удалось забить четыре гола должен забивать 6 но булит не забил и еще один выход один на один с игры не забил ну вот что-то сохранилось давали вот такие памятные это плак называется плак ну база и сама шайба и подпись вот это самая такая интересная награда это вот деревянная медаль золотой шайбы лучшему бомбардиров апатиты 1981 года в год когда мой младший брат родился я стал лучшим бомбардиром золотой шайбы в апатитах муромской области я жил у вице-президента клуба так что хардогов не отведал хотя очень хотелось кстати это интересная мысль сейчас не буду копаться в памяти но по-моему бюргер или там чизбургер ели он сам готовит барбекю как в америке выражается вот вице-президент тут джим лайтс это его дети сам брук и и вот в этом доме я там жил пару недель представляете да в каком я шейпе приехал сюда после предсезонки у Виктора Васильевича это 500 а что 500 не пойму видите табличка уже но если это деревяшка это наверное что может быть 500 может быть очков неужели я играл деревяшками до тех момента вот это уже современные технологии а это деревяшка даже Горди Хоу у меня есть клюшка best wishes Горди Хоу с наилучшим пожеланием Горди Хоу вот тогда такими играли представляете ну а это две клюшки наверное товарища звезды Уэйна Грецкая Побував на экскурсии в штате Мичиган переносимся в теплые края город Сочи столица Олимпиады и тот город где ЦСКА оформил выход в следующий раунд плей-офф Кубка Гагарина на момент начала третьей встречи серии ЦСКА выиграл у Сочи 6 матчей из 6 как в регулярке так и в плей-офф ближе всего к победе южане были именно в седьмой по счету игре хозяева достаточно быстро повели в счете благодаря голу Михаила Анисина и удерживали преимущество на протяжении практически двух периодов Уйти лидерами на второй перерыв в Сочи не позволил Александр Радулов молчавший на протяжении двух встреч лучший бомбардир КХЛ удачно сыграл на пятаке использовав отличную передачу Владимира Жаркова судьбу матча в итоге решил настоящий плей-оффный эпизод пока партнеры Игоря Макарова покатились на смену нападающий вбросил шайбу в зону полез на трех соперников и выложил шайбу точно на клюшку Евгению Короткову Впрочем, в третьей встрече ЦСКА так и не забил при игре 5 на 4 за три матча нереализованных попыток у команды Дмитрия Квартального набралось аж 11 и это у лучшей команды регулярки по игре в большинстве в первом периоде четвертой игры серии ЦСКА прекрасно обошелся и без голов в неравных составах на шайбы Радулова, Жафярова и Муршика сочинцы ответили лишь курьезным голом Петерсена еще трижды хоккеисты ЦСКА отличились в третьем периоде гол Артюхина и дубль Григоренко, одна из шайб наконец-то в большинстве уместились в две с половиной минуты и окончательно сняли все вопросы о победителе не только в матче, но и в серии ЦСКА стал единственной командой КХЛ преодолевшей первый раунд Кубка Гагарина без поражений ЦСКА 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 Ну и под занавес программы слово первому среди экспертов Сергей Гимаев подвел итог первому раунду плей-офф для ЦСКА. Лаланд очень здорово сыграл эту серию, лидирует сейчас по коэффициенту надежности. Безусловно, то, что очень здорово варьировал составы, то, что опять мы играем максимально интенсивный хоккей, ЦСКА играет самыми короткими отрезками в лиге, мы поддерживаем самый высокий темп, это наши плюсы. Огромный плюс ЦСКА в том, что большая глубина состава равнозначная, особенно по замене игроков третьего-четвертого звена, ЦСКА использовал 18 нападающих, 9 защитников. Это ни у кого, ни одной команды в лиге не имеет такого резерва. И причем, еще раз говорю, что эти ребята, которые играют, выходят, они заслуживают места не меньше, чем те, которые играют чаще. Мне Володя Жарков очень нравится, как он борется, как он самотверженно играет, сколько бросков блокирует из этих ребят. Но Женя Артюхин абсолютно свою работу правильно выполняет, очень удачно он сыграл, кстати, первую серию, две забил, одну отдал. И при этом его роль очень высока. ЦСКА чувствует себя защищенным. Ни один игрок не боится, что на него налетят и попробует избить, забить. Всегда соперник знает, что это небезопасно. Поэтому я бы отметил их роль. Ну, еще раз говорю, все ребята, которые играют в третьем-четвертом звене, они молодцы. У меня нет сомнений, что Квартальнов и его тренерский штаб очень здорово поработают. И физически как раз, я думаю, сейчас добавят. И вообще в ЦСКА невозможно расслабляться, потому что так очень все жестко. С вами был Красно-Синий Лед. Первая программа об армейском хоккее. Смотрите нас на КХЛ ТВ. Не забывайте про наши официальные сайты и аккаунты в социальных сетях. Болейте за ЦСКА и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин